Добрый день, дорогие друзья! А теперь у нас шестое приключение. Чудесный полет. И куда же полетел у нас Бибигон? Сейчас мы все узнаем по порядку. Признаться, я не поверил ему. Даже посмеялся над ним. Но прошло несколько дней. И вот недавно, 7 июня, с Бибигоном случилось такое событие. Я сидел Бибигон под большим лопухом и спорил о чем-то с моим петухом, как вдруг залетела в наш сад стрекоза и мигом помчалась ему на глаза. И он закричал, это мой самолет, сейчас я отправлюсь в большой перелет. И завтраки я полечу в Парагвай. Потом на любимой луне побываю. Три чуда. Откуда? Я вам привезу. И он на лету оседлал стрекозу. Глядите, глядите, глядит. Он над елкой и весело машет своей треуголкой. Прощайте, кричит он. В открытом бою я злого дракона, как муху, убью. И мы закричали, куда ты, постой. Но нам только эхо ответило. Ой. И нет Бибигона, пропал он, исчез, как будто растаял, цвет синих небес. И домик его остается пустой, игрушечный домик, уютный такой, который своими руками ему смастерили мы сами. С игрушечной ванной, с картиной плитой, с картонной плитой. Неужто навеки он будет пустой? Теперь в этом домике кукла Аглая. Но кукла Аглая, она не живая. Она не живая. В ней сердце не бьется. Она не поет, не шалит, не смеется. А наш Биби Гоша, хоть он озорной, но он человек, живой он, живой. И в небо глядят безутешные внучки, и за слезою роняя слезу. Все ждут, не увидят ли там, возле точки летящего к ним стрекозу. Летящего к ним стрекозу. И встала луна над кустами сирени. И та-то печально шепнула Елене. Сгляни-ка. Ведь это мерещится. Сгляни-ка. Или это мерещится мне. Как будто он там, на луне. Он там, на луне. Он оттуда воротится. И с нашей землею навеки простился. Он туда воротился. И с нашей землею навеки простился. И долго бедняжки стоят у крыльца. И смотрят, и смотрят в бинокли. И катятся слезы у них без конца. От слез их бинокли промокли. Вдруг видят. Полосатая кибиточка катит. В кипиточке рогатая. Улиточка сидит. Везет ее. Проворные усатые жуки. И черные-причерные ночные мотыльки. Кузнечики зеленые идут за нею в ряд. И в трубы золоченые без умолку трубят. Видите, улетел туда на луну Бибигон. Теперь две внучки стоят и смотрят. И ждут, когда он вернется. Катит, катит кибиточка. И прямо на крылечко веселая улиточка. Бросает письмецо. В тревоге и в печали к письму мы подбежали. И начали читать. Когда же прочитали, забыли все печали. И стали хохотать. Всего четыре строчки на липовом листочке. Нам пишет Бибигон. Вчера за черной тучей, моей рукой могучью, сражен и побежден дракон Каракакон. Отпраздновать победу я к вам приеду в среду. Примите мой поклон. Ваш верный Бибигон и счастливы внучки. Мы будем опять его умывать, одевать, половать. Смотрите, вот Бибигон сражается с драконом. И победил его. И все радуются. А письмо привезла улитка. Видите, здесь она с письмом. И внучки обрадовались. И их дедушка тоже. Что в среду приедет к ним, вернется Бибигон. И опять они будут вместе с ним. Он жив и здоров. Он вернется сюда. И мы не расстанемся с ним никогда. Желанного гостя мы радостно ждем. И моем, и чистим игрушечный дом. В игрушечном доме покой и уют. Как весело тут заживет лилипуд. Старуха Федосия из белой муки. Ему Бибигону печет пирожки. А Тата и Лена взялись за иголки. И новые сшили ему треуголки. Теперь скорее вернулся бы он, Маленький наш Бибигон. И разноцветных своих лоскутков. Из разноцветных своих лоскутков. Оранжевых, синих и красных. Немало они ему сшили обнов нарядных жилетов. Красивых штанов, плащей и камзонов атласных. О, только вернулся сюда Бибигон. Каким разодетым, щеголем он. Но он не вернулся. И нет Бибигона. Его проглотила ворона. Смотрите, какой домик сделали девочки Бибигону. Тут у него и мебель есть, и стол, и стул, и коечка, и часики. И фотографии Бибигона. Тут одежда висит у него. Вон сколько ему нашили. Всякой одежды. Девочки смастерили все. И пирожков напекла ему тоже. Федосья. А может быть он захлебнулся в воде. В каком-нибудь озере или пруде. Быть может за дерево он зацепился. Упал с самолета. И насмерть разбился. Ну вот как-то раз. Мы стоим под дождем. И ждем Бибигона. И ждем его. Ждем. Глядь. А он на дуванчике, как на маленьком диванчике, развалился и сидит. И с каким-то незнакомым длинноногим насекомым разговаривает. От радости внучки моей завизжали. И в перегонке к нему побежали. Где же ты был, пропадал с кем? Ты в пути воевал. Скажи, отчего ты такой? Бледный, усталый, худой. Может быть ты нездоров. Не позвали к тебе докторов. Смотрите, вот он сидит тут и разговаривает с жуком. А девочки его ждут с дедушкой. Теперь они его увидели. И прибежали к нему и спрашивают, что же ему необходимо в данный момент. И долго они целовали его, ласкали его, согревали его. И потом прошептали несмело. Но где же твоя цинцинелла? Моя цинцинелла, сказал Бебекон. И тяжело вздыхая, нахмурився он. Она прилетела сегодня со мной, но спряталась бедная в чаще лесной. И рада бы встретиться с вами она. Да злого боится она колдуна. Жесток и коварен седой. Чародей и горькое горе готовит он ей. Но нет, не поможет ему колдовство. Я словно гроза налечу на него. И над лукавой его головой опять зазверкает мой меч боевой. И вновь Бебекон улыбаться устала. Улыбнулся устала. Но молния вдруг в облаках заблистала. Скорее домой. Мы бежим под дождем. И Бебекон со мною, с собой, и Бебекона с собой унесем. Ну вот мы и дома. И медом, и чаем усталого путника мы угощаем. И он засмеялся. Я рад, что к вам воротился назад. Милую вашу семью я как родную люблю. Но сейчас я смертельно устала. И с лютым недругом я воевал. И мне бы хотелось чуть-чуть тут у окна отдохнуть. Уж очень узол и силен этот проклятый дракон. И повалился на стол. Он сладко заснул. Зимнул и заснул. Тише. Пускай доспится. Будить его нам не годится. Про все свои подвиги нам завтра расскажет он сам. Смотрите, вот его сестра, Бебекон и его сестра. И тут мышка. И что-то будет еще. Какие-то приключения у нас следующие. Прочитаем их в следующий раз. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец. И пишите комментарии. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова